Привет-привет! Всем, кто заглянул на мой канал, меня зовут Лена Болос, и сегодня у меня начинается новый влог. Первый влог в этом году, в 2019. Давайте немножко уедем от этого мусора. Сейчас у меня в процессе съёмка мастер-класса. Вон там у меня сушится влог. Сейчас, пока сушится, я решила снять часть для влога. Я ещё разбираюсь со своим новым стабилизатором. Подарок от мужа на Новый год. Это стабилизатор для телефона. Вот, поэтому... Ну, давайте я сейчас, наверное, пущу небольшой видеоряд про него, а потом дальше продолжим. Так вот, стабилизатор. Это вот такая вот штукинь. Не дешёвая. У меня от формы Mosa Mini-Mi. Вообще они есть разные. Ценовой категории на Алиэкспресс. Там они от 1000 и до 6, 7, 8 до 10 тысяч. И также просто в магазинах. Я взяла в просто магазине Kremlin Store, по-моему. Я посмотрела обзоры на разные стабилизаторы. И вот мне больше всего понравился вот этот. Стоил он 6600. Это вместе с бесплатной доставкой из ДЭКа. Так вот, стабилизатор это электронная фига тень. Вот такая трёхосевая. Получается, вот сюда закрепляется телефон. И когда он включён, он стабилен. Так вот, вы можете настроить, как он у вас будет. По всем осям двигаться, либо только по одной, какой-то вверх-вниз, вбок и так далее. Там разные есть установки. Я тут не обзорщик этих штук. Вы можете посмотреть конкретно, что такое стабилизатор. Так вот, он подключается через Bluetooth к телефону. И там есть специальная программа для стабилизатора. И я с помощью этих кнопок могу управлять телефоном в разных положениях. Также у него есть вот такая полезная для меня тренога. Когда я могу вот так поставить и что-то снимать, конечно, близко. Но уже с другого ракурса нормально. То есть вот так вот будет снимать телефон. Мой объект я уже начала снимать в предыдущих видео. Вы уже видели, наверное, что я уже что-то снимаю такое в плавающем кадре. И не так сильно трясётся. К примеру, вот я сейчас поставлю кадры, когда я снимаю себя просто с руки. Вы видите, как трясётся весь кадр. Дребезжит, да. И вот сейчас увидите какой-то видеоряд, когда я снимаю именно со стабилизатора. Уже совершенно другое ощущение, да. Ничего не трясётся, спокойно и удобно, да. В то же время себя снимать. Наверное, это такой какой-то странно дорогой инструмент для того, чтобы просто стабилизировать себя. Но я не знала, чего подарить мне на Новый год. И с мужем мы советовались. И я вдруг вспомнила, что хотела стабилизатор. Ну, пусть будет. В конце концов, он подходит к любому телефону. Телефон я могу сменить. А стабилизатор к абсолютно любому телефону подходит. Также в моём, вот, например, есть ещё беспроводная зарядка. Но это для тех телефонов, у кого работает беспроводная. Ну, или можно прям штекер подключить от своего телефона к кабель, да. К разъёму. И у вас будет от стабилизатора заряжаться. Это удобно, наверное, ещё для тех, кто путешествует, куда-то ездит. Себя снимать. Снимать природу. Не просто с руки, а вот это. Ну, а я купила вот из-за того, что я могу теперь снимать как-то альбомы по ходу действия, да. Например, с разных ракурсов, нетрясущимися руками. Какие-то обзоры тоже снимать поближе, приближать, да. Это удобнее намного с этой штукой. И вот из-за этой треноги. То, что я могу вот так поставить и снимать, типа штатива, да. Всё, наверное, вот это. Если ещё будут какие-то вопросы, пишите. Нужна ли эта покупка для блогеров? Ну, наверное, да. Чтобы, если вы хотите снимать себя, то удобно намного. И тем более, если вы работаете с телефона, снимаете себя. А так, другим остальным девочкам, кто не снимает видео, я не знаю для чего. Вам, наверное, такая штука и не нужна. Фотографию и так стабильна, когда вы фотографируете, да. Первую рабочую неделю, так сказать, была у меня сложная. Потому что как-то не могла я влиться в работу. Не то, что я не хотела работать, просто и настроение такое было, и состояние здоровья. Тут ещё мы опять болели. В общем, работа у меня где-то началась с числа 16-го, может быть. С 15-го. Так, у меня был заказ. Во-первых, у меня был заказ на планер, но я его не успела не сфотографировать. Ну, точнее, я сфоткала, но некрасивая. Если я решусь, то я, может быть, где-нибудь фотку здесь вставлю. Вот. Потом у меня был заказ на альбомчик для девочки на день рождения. Вообще, заказ такой сложный, поскольку заказчица непростая. Получилось, что ещё в прошлом марте она у меня хотела заказать этот альбом. Она мне всё рассказала, мы о всём договорились. Дошло время до предоплаты, и она пропала на год. Естественно, ну, я уже учёная, я ничего не заказывала и забыла про этот заказ. Вот, где-то в октябре, наверное, она мне написала так просто, давайте дальше альбом. Я сначала хотела возмутиться, что как бы так не делается. Но поскольку я ничего не потратила, только то время, когда мы всё обсуждали, ну, я думаю, ладно, мне именно понравилась сама идея проекта, хоть он и маленький, и, так сказать, бюджетный альбом, потому что он миник, но он именно с готовыми фотографиями, и там была фотосессия с дня рождения. Поэтому мне было интересно поработать с этой бумагой, опять же, от ScrapMir, я не работала. Это ScrapMir, по-моему, так она называется, с днём рождения, что ли. Вот, я всё-таки взялась взять заказ. Вот он у меня был сейчас вот на январь. Он у меня почти доделан, ну, точнее, доделан. Вот он стоит передо мной, вот так. У меня осталось только один Forzez вклеить. Но я, может, вам покажу чуть-чуть его, но только обложку. Поскольку мне не разрешили выкладывать фотографии, альбом с фотографиями, я, конечно, немножко расстроена. Я, наверное, его пофоткаю, потому что мне нравится, как получилась у меня работа, как внутри у меня всё оформлено получилось, мне нравится. Вот, и я пофотографирую и, наверное, попробую обработать, чтобы закрыть, размыть лица на фотографиях. И, может быть, прикреплю где-то здесь фотографии по ходу дела, чтобы вы немножко понимали, о чём речь. Мне, честно, очень понравилось, и всё, я никак не настроюсь с этим стоп-табилизатором. Как-то у меня, видите... Ну, у меня стандартно, не ругайте меня, пожалуйста, за бардак на столе, что я такая неряха. Ну, да, я, по сути, я неряха и есть, но некогда, правда, разбирать всё особо. Мне вот для работы так удобно, и этот шнур висящий, ну, это чтобы лампа у меня, видите, две горела. Когда я снимаю, у меня две горят лампы, и всё равно, когда я обрабатываю видео, то я делаю светокоррекцию, чтобы было светлее, очень темно у меня снимает телефон. Хочу, наверное, у меня скоро день рождения, и, может быть, я куплю себе новый телефон, но это не точно, будет зависеть от мужа, как он будет на это реагировать, потому что этому телефону только год. Но вот именно то, что я, когда его выбирала, он... Я не хочу покупать, во-первых, дорогой, я никогда не хочу дорогой, потому что я знаю, что они у меня часто летят, и часто мне не нравятся. До 20 тысяч телефон хочу. И когда я это выбирала, я тоже выбирала с этой целью. Стоил он 13 тысяч, сейчас у меня телефон Le 2 Max. Макс, что-то там такое. Так вот, и я почему его выбрала? Потому что у него была написана камера 23 мегапикселя, и это так и есть, и передняя там, по-моему, 8. Вот сейчас я снимаю на 8 мегапикселей. Но по факту у него нет никакой обработки внутри фотографии. То есть я не могу баланс белого регулировать, не могу. Еще какие-то такие именно, ну, хотя бы полупрофессиональные настройки камеры никаких практически нет. Там это есть, но оно типа, знаете, баланс белого, не то, что там я по значениям выбираю. Там нет. Что у вас? Лампа накаливания горит, лампа накаливания, все синее становится. Или там дневной свет, все зеленое. Ну, короче, он как-то цветокоротицу дурацко делает. В общем, мне это вообще не нравится. И я думаю, вы заметили по моим видео, что у меня часто бывает то желтые внезапные видео, то нормально, хотя камера практически не двигается. Но внезапно что-то в кадре поменялось, и все желтое стало, или все зеленое. И меня это дико бесит. Вот, поэтому я задумалась, может быть, на день рождения я куплю себе новый телефон. А вы, пожалуйста, напишите мне, если вы знаете хороший телефон до 2000. До 20, до 2000, конечно, не бывает хорошего телефона. До 20 тысяч мне будет полезно. Я почитаю. Что еще сейчас? Сейчас вот я сказала, снимаю мастер-класс. Планирую делать совместный проект, и для этого я снимаю мастер-класс. Ну, точнее, не один, их будет несколько. По нескольким работам для совместного проекта. Надеюсь, что у меня это получится, я успею все сделать. Сегодня я начала первый день снимать этот мастер-класс, и прям у меня такой мандраж с утра был. Сейчас у меня Сева ходит в садик опять. Два месяца не был в садике. И я такая уже какой-то на четверг, четвертый день наслаждаюсь то, что я днем до 4 часов сама себе предоставлена. Но могу работать, и я работаю. Прямо прихожу с садика, я отвожу его к 8, в 8, в 10 где-то я уже дома. И вот сегодня, прежде чем начать снимать проект, я, наверное, час сидела, чем занималась, ни о чем. Потому что я все как-то в смятении, понравится, не понравится. То есть потому что я сейчас буду снимать такие простые работы, простые мастер-классы. По сути, в них ничего нового. И у меня из-за этого такой мандраж, что, типа, ну зачем это людям, этого всего полно на YouTube. И тем более я хотела делать платный, хоть и не сильно дорогой, но платный мастер-класс. Короче, я вот еще думаю, все это обдумываю. Но потом я решила, стоп, Лена, сначала сними, а потом уже думай, что ты будешь с этим делать. Совсем. Что еще я хотела вам рассказать? Собираюсь на скраб-встречу я в субботу. Девочки уже, наверное, раз пятый будут встречаться, а я с ними только второй, потому что я то уезжала, то некогда было. И вот, наконец-то, встретимся с ними. Еще что по покупкам. У меня, наверное, в этом влоге я покажу хотя бы одну точно посылочку, а может быть и две, скорее всего, две посылочки. И больше, наверное, ну, я себе дала слово, что я больше в ближайшие два месяца не буду ничего заказывать, не относящиеся, если только к проектам, если у меня будет какой-то заказ. Точнее, у меня уже есть там заказы. К заказам вроде до конца февраля у меня все есть. Но если вдруг что-то именно для заказа понадобится, тогда закажу. А вот чтобы и до, я закажу именно то, что нужно для заказа, даю себе вот такое честное слово, будете следить за мной, чтобы я именно ничего сама не покупала, потому что бумаги у меня очень много. Вот там вот, видите, это все вываливается и сверху вываливается, и у меня еще здесь, и это все наборами. А еще внизу огромная стопень, это полисно, и меня это уже очень бесит. Я просто бешусь от того, что у меня очень много материалов. Я прям не могу, я не могу на это смотреть, и я хочу покупать больше, какие-то новые коллекции. Арт-узор сейчас выпустил кучу новых коллекций, и куча к ним украшалок, и я не могу это все покупать, потому что мне это некуда складывать. И продавать я как бы это не могу, потому что, во-первых, это невыгодно, за что-то я платила деньги немалые. Что-то мне пришло в подарок, и это нецелесообразно продавать, ну как некрасиво, и я не хочу. У меня человек это прислал в подарок, а я буду это продавать, да? А у меня уже очень скопилось много бумаги именно подарочной, поэтому решил вот два месяца, хотя бы вот февраль, март, ничего не покупать, помимо того, что нужно именно для работы конкретной, какой-то к заказу. А так будете следить, буду перескрапивать всю бумагу, куда-то разводить, чтобы немножко уменьшить свои запасы. Наверное, все, что я хотела вам рассказать, больше пока ничего не помню. Сейчас запишу фрагмент про мой стабилизатор и про две посылочки. Посмотрим, да, и, наверное, сразу пойду смонтирую. А, я не забыла самое главное сказать. В этот момент, в декабре, муж тут без меня, ну мы, естественно, это планировали, купил новый компьютер. Собрал, и я просто все каникулы, я ожидала, когда же я приеду сюда и посмотрю, как же будет монтироваться. Видео у меня здесь, и я теперь просто, девочки, так кайфую. Раньше у меня видео, сейчас скажу, 40-минутное, которое в влоге, например, да, обычно у меня где-то 30-40 минут. У меня рендерилось, это считается, да? Вы сначала смонтировали, а этот монтаж тоже такой подвисает что-то, неудобно было. Пока смонтируешь, и потом вот этот вот процесс рендеринга, когда он все делает, сам компьютер создает конечную видюшку, у меня занимало раньше 6-8 часов, это вот 30-40 минут. Сейчас у меня это занимает 20 минут, девочки, вы не представляете. Я смонтировала, ничего не тормозит, я уже накладываю музыку, потому что мне это удобнее, да? Быстрее это обрабатывать, я какие-то фишки уже изучаю, потому что у меня есть на это возможность, компьютер это позволяет. И это, вы просто поздравьте меня, это даже, наверное, круче, чем стабилизатор, потому что это вообще вот просто какое-то видео, я вот сейчас влог насняла, наговорила, я тут же села смонтировала его, 20 минут прошло. Видео на 8 минут, у меня 5 минут рендерится, то есть через 5 минут я уже могу выложить его на канал. Это, ну, это просто, наверное, такое же, как я человек поймет, когда что-то у тебя делалось весь день, у тебя рендерился по 6-8 часов, это целый день компьютер молотит, и ты на нем ничего делать не можешь, и 20 минут. Это просто красота, поэтому сейчас буду стараться выкладывать больше видео, ну, главное, надо найти, наверное, темы для видео, потому что у меня вот несколько посылок лежит, и вот сейчас мастер-классы, это, конечно, не для канала будет, но сейчас еще для канала тоже будет. Там кто есть возникающий, для канала тоже будут мастер-классы. Поэтому, если у вас есть идеи или вы что-то хотите у меня узнать, спросить, напишите в комментариях, и я сниму такое видео, потому что мне сейчас удобно, у меня есть стабилизатор, я могу спокойно так себя снимать, и ничего не трясется. И что, есть возможность отрундерить, собственно, все. Первая посылочка мне пришла из Трэнди Скраб, такая, она с закупками опять. Получилось, что в прошлый раз я получала посылочку из Трэнди, но там еще не пришли все закупки, а именно там косметика была. У Тани в магазине теперь еще какие-то косметические можно материалы заказать, и вот в первую же закуску я заказала вот такие вот масочки для лица. Смотрите, какая красивая новогодняя упаковка в этот раз у Тани. Ну, а дальше там была закупка с арт-узором, и здесь только новогодняя бумага, тут еще и поездки, так здорово. Я думаю, вы ее все видели. Смысла их показывать еще нет, еще раз нет. У Лены Поль прекрасные есть обзоры этих коллекций на канале. Ссылку, если не забуду, я оставлю. У меня, получается, здесь два зимние узора. Почему заказала? Потому что ко мне поздно пришло новогоднее вдохновение. Уже все знают, да? И коллекции действительно потрясающие, крутые. Вживую, правда, я их еще не смотрела. Сейчас за кадром буду сидеть смотреть. Вот. И скидка была после Нового года, или даже уже перед Новым годом, уже была хорошая скидка на все наборы. Получилось, что маленькие по 127. 127, да и большой, вот этот 127, а этот, этот не помню. Слушайте, там была, по-моему, ведомость. Но я когда вчера открывала, я ее куда-то делаю, эту ведомость. Собственно, хорошие были скидки. И на чипборд до сих пор сейчас еще хорошая скидка на Сима Лэнди. Но, к сожалению, у Тани не выкупились позиции с чипбордом. А я очень хотела. Взяла сейчас у Насти Николькиной, по-моему, чипборд Кэти и Кэти коллекция. Кэти так и не нашла большой чипборд. Блин, у нас Сима Лэнди, он сейчас по 39 рублей. Ну, конечно, это оптовая цена, но все равно такой крутой чип. 39 рублей. Я все хотела заказать сама себе Сима Лэнда. Есть теперь там функция объединения закупок. И прямо в твоем городе может кому-то прийти, кто там этим занимается. И ты заберешь. Но там по 4 чипборда надо брать. И я не знаю, куда мне так много. Может быть, еще решусь, не знаю, посмотрю. Так, и вот масочки, как уже сказала, теперь у Тани в магазине можно заказать. Я вообще с косметикой не очень дружу, но иногда пытаюсь быть тоже девочкой, что-нибудь такое применять. Вторая посылка, это от Лили. Было у меня видео на канале месяца два, наверное, назад с цветочками от Лили. Оно такое было резонансное видео, потому что мне цветы от Лили нравятся безумно. А вам почему-то большинству они не понравились. И было очень много негативных комментариев. Я, честно, не поняла, почему. Потому что я не пиарила, я даже написала, не покупайте, не заходите, потому что у нее и так полно клиентов. А вы можете быть моими конкурентами в этом смысле. И что, это лично мое мнение, что мне нравятся конкретно эти цветы. Это, знаете, как кто-то гей, кто-то не гей. Как это понять, да? Кому что-то нравится, кому-то не нравится. Почему на меня накинулись за это, я так и не поняла. И эту посылку я не хотела никому не показывать. Только в Инстаграм немножко подгляделку выложила. И где-то человек 30 мне написало, что не обращай внимания и сними все равно обзор. Потому что интересно посмотреть. Но я решила во влоге вставить эту часть. Ставлю ссылочку, кому интересно. Кому не интересно, девочки, ну пожалуйста. Я знаю, там мне много девочек накидали в том видео. Типа ссылок на других мастериц, кто делает цветочки ручной работы. Типа лучше. Да, может быть и есть лучше. Снимала я, снимала видео, рассказывала, показывала вам цветы. И это все не заснялось. Наверное, закончилась память, а я это не услышала. Не хочу, нет настроения еще раз это все рассказывать, показывать. Просто сделаю кадры с цветочками. Какие мне пришли от Лили. Совершенно разные, из разных материалов. Вот этот вот, из флористической какой-то органзы. Не органзы, не знаю. Какие-то из фоамирана, вот такие гортензии. Вот эти вот из тканей и фоамирана красивые. Мятные вот эти тоже только из фоамирана. Бумажные, с крутыми серединками. Ну, в общем, вот такой вот такой набор мне огромный пришел. Какие-то просто бумажные. Вот еще гортензии. Вырубка мне в подарок Лили прислала. Красивая. Я рассказывала вот про этот нож. Еще когда у меня не было машинки для вырубки, я смотрела на этот нож. Думаю, будет машинка, обязательно его куплю. И так не состоялось у меня. Потому что, наверное, жаба душ. Там это производитель Флаффи Даффи. И у них что-то 550 рублей, один листочек такой стоит. Ну, как-нибудь сложится, куплю. Вот такие еще гортензии тоже из фоамирана. Вот такие вот с серединками полимерными. Не буду что-то оставать. Тоже из фоамирана ромашки. И вот новогодние такие красивые тоже фоамиран. Видите, я больше люблю не бумажные цветы. Хотя и бумажные у меня тоже присутствуют здесь. Но в основном мне хочется каких-то таких материалов. Потому что фоамиран или ткань мне нравится тем, что они крепче. Как бы бумага может помяться, порваться. Фоамиран ткани и так. И они плоские могут быть. Что удобно в альбомах внутри. Вот такой вот набор большой-большой ко мне пришел. Ссылку кому интересно оставлю. Но опять же, девочки, я не настаиваю. Не знаю, уж там записалось или нет. Это ваше право. Если у вас есть другой мастер, который вам нравится. И вы считаете, что он лучше делает цветы. Пожалуйста. Я никого не заставляю заказывать у Ливии. Мне просто нравится здесь. Вот и все. У меня еще двух девочек нашла. Которые тоже прикольно делают цветы. Но у них не такой большой выбор. И как бы... Ну, там Сова-скраб был. И Полина, наверное. Они еще только развиваются. Буду и у них заказывать. То есть, это дело каждого. Вам спасибо большое за просмотр. Что вы со мной. Ставите лайки. Побольше вам времени на скраб. И пока-пока. Пока-пока.